Вы смотрите сквозной информационный эфир из Москвы. Меня зовут Артем Филатов. И сегодня гость в нашей студии это российский правозащитник и член Совета Правозащитного Центра Мемориал Олег Орлов. Олег Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы поговорим о том, как меняется ситуация в российской правозащитной среде, что происходит особенно сейчас на Кавказе, поскольку наш гость занимается в основном этим регионом, но затронем также и другие темы, которые сейчас интересно обсудить. И я хочу, Олег Петрович, начать все-таки действительно с Чечни. Вот вы вчера вернулись из Грозного, где продолжается судебный процесс над вашим коллегой, главой чеченского мемориала Аюбом Титиевым. Его обвиняют в хранении наркотиков. Вчера ему продлили арест. Какая атмосфера была в Грозном на суде, расскажите. Она менялась все время. Когда мы пришли в суд, а нас было много, были мемориальцы, приехавшие из Москвы. Кстати, наших мемориальцев из чеченского отделения мы сейчас эвакуировали из Чечни. Поэтому мемориальцы были из Москвы. Были корреспонденты. Был Григорий Алексеевич Евлинский и сопровождающий его лица. И вот это вся довольно большая... Да, был Дмитрий Муратов. И поэтому довольно большая наша группа собралась в вестибюле суда. И нас не пускали. Практически час. Без всякого объяснения. Не дав сидеть. Значит, судебные приставы довольно нагло нам говорили, ждите. Судьи нету. И не знаем, будет ли он. Аюбом Титиева нету. Ничего мы ответить не можем. И только когда подняли скандал, все-таки они как-то поняли, что они перегнули палку. Потом, очевидно, им поступило указание сверху. И вдруг все изменилось. Сама любезность. Это просто такого либерального отношения к людям в суде я не видел нигде. Ни в Москве, ни в других местах. Приставы любезность. Сама всех сажают. Носят сами лавки, ставят. Кому еще, куда. Чуть ли там воду не предлагают. Судья появился. Тоже сам любезность. Устроил разнос прокурора за то, что Аюба Титиева вовремя не доставили. И потом суд пошел просто как, знаете, вот когда судья хочет, чтобы не подкопаться было невозможно. Он абсолютно себя вел лояльно к адвокатам. В какой-то момент он начал вместе с адвокатами задавать недоуменные вопросы следователю. Но как же так? Откуда у вас сведения, что Аюб Титиев намерен скрыться? А что же вы, не проверяли эти сведения? Вот. И, понимаете, создавалось впечатление, что вообще чуть ли там Аюба Титиева сейчас не освободят из-под стражи. И Григорию Алексеевичу дали выступить. И очень к нему вежливы были судейские секретари и судья. Вот. Он, Григорий Алексеевич, очень кратко, но емко свое ходатайство изложил о изменении меры пресечения под его личную ответственность Аюба Титиева. Вот. И все вроде бы хорошо. Причем, вот, когда мы на суде сидели, естественно, мы шли без особых надежд на положительный исход. Знаете, такое отношение неизбежно начинает порождать ложные надежды. И когда мы слышим абсолютно неаргументированное ходатайство следователей, поддерживающего прокурора о том, чтобы Аюба Титиева продлить, содержание под стражей, и наоборот, абсолютно аргументированное изложение, что надо изменить меру пресечения, и на все вопросы адвокатов не могут никак аргументировать, почему Аюба Титиев собирается скрыться, как он вообще может угрожать свидетелям, которые в погонах и с оружием, все свидетели там полицейские, как он может и там уничтожить вещественные доказательства, ответов нет. И вот, казалось бы, у суда единственный выход один – изменить меру пресечения. И дальше нормально продолжать расследовать уголовное, дать возможность расследовать уголовное дело против Аюба Титиева. Ну, потом выходит, понятно, судья, и уже совсем другим голосом, тихо-тихо себе под нос, потупив глаз, зачитывает, не зачитывает, а бубнит, значит, свое постановление, где просто повторяются доводы, не аргументированные абсолютно доводы следователя, ну, все, на этом все завершается. То есть атмосфера все время менялась. Как вы вообще объясняете то, что сейчас происходит в Грозном с вашим коллегой, с Аюбом Титиевым? Вот у него нашли пакет травы, когда остановили его машину. Теперь он находится за решеткой. При этом он возглавляет отделение мемориала в Чеченской Республике. Не, ну как, это совершенно очевидная вещь. Наступил этап полного уничтожения независимого гражданского общества в Чеченской Республике. Все поэтапно. Вначале уничтожили совершенно чеченские организации, то есть их либо уничтожили, либо сделали ручными. Вот те люди, наши друзья, которые из местных республиканских организаций во время войны, самых страшных событий, там, жестокие зачистки, исчезновение людей, обстрелы, которые проявляли смелость и готовность работать в правозащите. Сейчас они те, кто продолжает числиться правозащитниками, ведь они слова не могут сказать что-то критическое в адрес власти. То есть просто их нет. А потом наступил этап уничтожения комитета против пыток. Нападение, уничтожение офисов. Сейчас этап нашего уничтожения. Вот и все. Ну, я вчера, сегодня даже утром, увидел случайно ролик чеченского телевидения, Грозный ТВ, о суде, заседании, на котором мы были, о суде над Аюбом Титиевым. И там достаточно странно было видеть это. Высказываются претензии к приехавшим гостям из Москвы, к правозащитникам, к Григорию Явлинскому, к адвокатам, что вот они взяли и быстро уехали с заседания, как будто бы бросив на произвол судьбы Аюба Титиева. Ну, понимаете, Грозному ТВ надо найти что-то, чтобы нас обругать. Вот поставлена задача, они ее выполняют. Но Григорий Алексеевич специально с нами советовался. Он бросил свои дела в Москве, он пропустил несколько дебатов и приехал специально к нам. А суд, как я говорю, ведь он же не вовремя начался. Нас больше часа вначале держали внизу. Потом Аюба Титиева не доставили вовремя в суд. Наверное, это Грозный ТВ не говорило. В результате у Григория Алексеевича сорвалось еще несколько важных мероприятий. Ну, там, дебаты должны были быть на ОРТ, по-моему, еще где-то. Вот, он специально нас спросил. Я на все плевю, остаюсь здесь? Мы сказали, нет, если это важное ваше дело, не сдавайте, езжайте. Вы свое дело сделали, вы ходатайство заявили, езжайте. Вот, один из адвокатов тоже должен был уезжать, просто у него в Нижнем Новгороде дело, он не мог бросить своего другого подзащитного. Но его коллега адвокат, а Аюба Титиева вообще три адвоката защищает. Почему? Потому что одному адвокату в Чечне по такому делу работать опасно. Просто невозможно. Провокация может быть, все что угодно. Только вдвоем. Смотрите, вы говорите о том, что в Чечне правозащита фактически разрушена. Вот на этой неделе, по-моему, агентство РИА Новости опубликовало новость о том, что Россия может, в принципе, выйти из-под юрисдикции и СПЧ. Вот, означает ли это, что если это произойдет, что такой чеченский порядок и отношение к правозащитникам распространится и на остальные регионы России? Знаете, я бы немножко вас поправил. Не чеченский порядок, а кадыровский. Вот кадыризация всей России. Да, я думаю, что определенной части нашей властной элиты такое явное желание прослеживается. И Чечня, кадыровская Чечня, это такой полигон, где отрабатываются, может, некоторые методы, которые будут распространяться потом на Россию. И, заметим, распространяются. Вот, смотрите, вот это всем, наверное, известное дело в Питере и в Пензе. Террористическая группа из молодых людей, левых убеждений, там, антифа. Дела против антифашистов. Да, да, да. Недавние. Заметим, как это дело происходит. Абсолютно по той кальке, которая, значит, первоисточник на Северном Кавказе отработан. Похищение, пытки, получение признательных показаний. И потом на основании этих признательных показаний строится все обвинение. Но так масса террористических дел на Северном Кавказе отрабатывалась и отрабатывается. Вот это все распространяется дальше на Россию. Совершенно верно. Уйдем из европейского суда. Будем обрубать дальнейшие наши отношения с внешним миром. Будем превращаться в кадыровскую Чечню. Ну, смотрите, я сам прошлой осенью выступал на семинаре в ОСЛО как журналист и как эксперт вместе с вашими коллегами, со Светланой Ганушкиной, с Еленой Милашиной. Там были люди из Чечни, которые уехали в Европу, и они вставали с места и говорили, не путайте чеченцев и кадыровцев. Вот вы согласны с тем, что есть разделение между чеченской властью и чеченским народом? Ну, конечно, да. Да. Понимаете, я уверен, что среди чеченского народа есть очень сильное недовольство кадыровским режимом. И если бы дали возможность кадыровскому режиму остаться один на один с чеченским народом, я думаю, и ему самому, и его кадыровцам мало не показалось бы. А ненависть там зреет очень сильная к этому режиму. А что такое остаться один на один с чеченским народом? А кто, собственно говоря, привел этот режим к власти? Вот скажите, пожалуйста. Он сам пришел. Он пришел на российских штыках. И только в результате двух жестоких чеченских войн установился этот уже тоталитарный режим. А рядом в Грозном вообще-то военная база Ханкала. И с одной стороны, это военная база поддержка кадырову. Попробует, значит, чеченский народ сбросить этот режим. Сразу оттуда поддержка будет. Но с другой стороны, конечно, это Ханкала и напоминание кадырову о том, что все-таки совсем уж быть независимым от Кремля тоже не следует быть. А чеченя к региону, и кадыров как руководителя региона, именно руководителя одного из субъектов федерации всего лишь, он в какой степени, на ваш взгляд, подотчетен Кремлю и администрации президента, и премьер-министру, или он в такой параллельной существует реальности? Ответ, а черт ее знает. А что мы знаем о Кремле? Вообще, вот мы что знаем, как в высших эшелонах власти у нас складывается отношение, кто там кому подотчет. Мы все знаем, что все подотчетно перед Путиным. А как там дальше все это выстраивается? Мы можем только гадать. Но во всяком случае, вполне очевидно, что Чечня – это регион, где не действуют законы Российской Федерации, впрочем, как и нормы международного права. Но при этом господин Кадыров все время повторяет как мантру, что он пехотинец Путина. Он же лично свою верность Путину. Не Россию как таковую все время декларирует, а Путину. Я думаю, что его, не думаю, это всем нам очевидно ясно, что его подотчетность правительству чисто номинальная, что силовики российские на территории Чеченской Республики в общем действуют в пределах тех офисов, где они находятся. Это и управление ФСБ, и Следственного комитета. Прокуратура уже целиком там, Кадыровская совсем. А Следственный комитет, я помню, несколько лет назад, я говорил с одним из стадашних руководителей Следственного комитета, и мне было прямо сказано, ну да, мы можем действовать, вот мы, как власть, можем осуществлять ее, вот в пределах периметра нашего двора, который охраняет наш спецназ. Давайте сейчас расширимся просто немного за пределы Чечни. Давайте. Вот про саму Россию. Сейчас, 18 марта, будут президентские выборы. Предыдущий срок, который сейчас заканчивается, шестилетний срок Владимира Путина. Вы правозащитник, который работает все это время в России. И до, и вот продолжаете работать. Как изменилось положение правозащитников в России за шесть лет? Ну, в общем, мы пятая колонна, мы враги, мы неприкасаемая касса с точки зрения чиновников. Понимаете, давайте вспомним. Еще вот раньше, да, там, не знаю, там, в каком-нибудь 2010-2011-2012 году можно было себе представить закон об иностранных агентах в том виде, как он был, да? Можно или нельзя было представить? Вопрос, можно ли было? Нет. На мой взгляд, любой человек, которому рассказали, что люди должны сами на себя ставить это клеймо, писать иностранный агент, только потому что они получают иностранные деньги, и при этом позволяют себе что-то говорить, даже положительное говорить в адреса власти. Вот эти люди, иностранные агенты, это официальное у них такое название теперь, закрепленное в законе. Ну, я и мои коллеги вот так покрутили бы у виска, я сказал, ну, что ты, ну, с ума сошел. Такое не может быть. Сейчас это может быть. Не то, что может быть. Сейчас, фактически, мы, ну, вот, для чиновников, мы те, с кем не следует общаться. Вот. Мы все время находимся под домокловыми мечами штрафов. Тогда в чем смысл вашей работы сейчас, если вы не можете конструктивно работать с чиновниками? Вы знаете, это действительно в значительной степени выхолачивание нашей работы. Сознательное выхолачивание, идущее из Кремля. Действительно, правозащита, по большому счету, обязательно его составляющая, и это работа, конструктивная работа с чиновниками. А сейчас, ну что, мы по-прежнему, мы через суды, мы с ними теперь общаемся, через суды, через обращение в прокуратуру, через требования возбуждения уголовного дела, ну, что-то и удается сделать. Как ни странно, даже при таком конфронтационном подходе, то есть сейчас наша работа – это постоянная конфронтация, и еще раз конфронтация. Не мы ее создали, эту конфронтацию, это они ее создали сознательно. Ну, значит, так, 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 значит, мы работаем в этих условиях, и даже в условиях этой конфронтации по часу дается чего-то добиваться. А что Европа? Вот европейские структуры, тот же ЕСПЧ и Совет Европы, это те структуры, где вы можете найти поддержку реальную сейчас? Ну, мне кажется, да, причем тут важно не то, чтобы мы находили поддержку, а чтобы наш подход, наш подход, основанный на принципах права, находил поддержку. Да, конечно, европейский суд – это та структура, которой мы постоянно апеллируем. У нас все время идут выигрыши всего, мы выиграли, мы. Я говорю только пока по правозащитный центр «Мемориал». Ну, 300 с чем-то, 300 с небольшим дел мы выиграли, только по Северному Кавказу, более 100 дел мы выиграли. Каждое выигранное дело – это громадная работа. Вот, поэтому да, и европейский суд – это же ведь важный очень инструмент. Почему? Потому что это не просто компенсация, выплаченная человеку, признание, что по отношению к нему государство нарушило Европейскую конвенцию, но это и некоторый прецедент, созданный для российских судов. И в российских судах все больше и больше, несмотря на полное отсутствие независимости судов наших, это безусловно, и тем не менее, все больше и больше, чаще и чаще все-таки происходит возможность ссылаться на прецедентные решения Европейского суда. Олег Петрович, кто на них ссылается – судьи или адвокаты? Адвокаты и подчас судьи. И когда адвокаты ссылаются, это оказывается в тех делах, где нет политического интереса государства. Это оказывается действенным механизмом. Суд вынужден признавать решение Европейского суда как некоторые правовые нормы, опираясь на которые он должен выносить решение. Конечно, когда есть политический интерес власти в деле, там суду ничего не важно. Скоро выборы, 18 марта. Как вы думаете, что будет после выборов? Это никто не знает. Вот я тут недавно как раз был в Европе, общался с коллегами, и все спрашивали меня вот этот вопрос. А я говорил, никто не знает, есть масса спекуляций. Будет либерализация, такая умеренная вроде Медведевская, будет наоборот закручение гаек, и мы превратимся в Северную Корею. А вот вы что думаете? Ответ первый – не знаю. Ответ второй – опасаюсь, что, скорее всего, все-таки мы пойдем по худшему варианту, потому что последнее замечательное обращение, как он называется, послание к Федеральному собранию, господину президента. Но все-таки, знаете, после того, как он всему миру погрозил кулаком в виде грязной ракеты, которая будет лететь и заражать все вокруг, на уровне крыш домов, но, знаете ли, боюсь, что это сигнал, что и внутри будет у нас закручивание гаек. И знаете, когда все чаще и чаще видим ухудшение ситуации во внешнем мире, в внешнем окружении по отношению к России, ответ – бомбим по Воронежу. Боюсь, начнем бомбить по Воронежу. – А тут только что была дата, 65 лет со дня смерти Сталина, и есть фильм «Смерть Сталина». И фильм в России, в общем-то, запрещен к показу. Как вы это объясняете? – Первое все-таки хочу сказать. Фильма не видел. Могу о нем рассуждать, мои друзья и коллеги видели. – В данном случае это оправданно. – Да, но фильма не видел. Хотя в интернете можно посмотреть. Первое. Фильм, конечно, этот фильм – это такой балаган. Это сознательный балаган, такой фарс. Осмеивание. Осмеивание всего. Мои коллеги видели, поэтому могу их слова пересказывать. Сталина, его окружение, советская система, народа, жертв сталинских репрессий. Всего осмеяния. Но это невозможно в, так сказать, рамках, в тех парадигмах, которые сейчас насаждаются в России. Да, у нас была великая история. Были, конечно, ошибки, тяжелые ошибки, но они тоже были великие. А как вот, какое же тут место смеху нету, знаете ли? Вот. А другое дело, что этот фильм мои коллеги оценили не очень высоко с точки зрения художественного, ну, вот, как произведение искусства. Не, но оценивать художественную составляющую может каждый. Абсолютно согласен. Это не основание его запрещать. Вот для запрета, насколько я понимаю, нет никаких законных оснований. И, кстати, на мои коллеги-правозащитники в Сыктывкаре, а ведь обжалуют это решение о лишении его фильма прокатной лицензии в суде. Ну, вот если говорить о Сталине еще и о смерти Сталина. Вот вы где-то в каком-то интервью говорили, что большое влияние на вашего отца оказало смерть Сталина и 20-й съезд партии. Вот расскажите немного об этом. Ну, на моего отца именно не столько смерть Сталина, сколько 20-й съезд оказал влияние. Знаете ли, смерть Сталина, эти похороны Сталина чуть не убили меня. Моя мама тогда была беременна мной. И она решила, в какой-то момент подалась этому психозу и пошла на похороны. И она потом рассказывала, как больше людей, это уже немножко страшно, а все равно интересно пройти, а все равно вот великий вождь, мертвый, просто интересно, все идут. И только маленький мальчик, который увидел ее, сказал, тетенька, куда же ты идешь? Там такое творится. И тут она поняла, что она что-то делает совсем не то. Она притолкнулась сквозь эту толпу и вернулась. Так что она мог быть последней жертвой Сталина. А что касается моего отца... Как вы объясните этот интерес? Зачем ваша мать туда пошла? Психоз, живой бог умер. Живой бог. Да просто увидеть этого живого бога... Неживым. Неживым, да. Вот увидеть этого неживым живого бога. Вот это элемент тоталитаризма, отношения к власти как к чему-то неимоверно сакральному и к чему только прикоснуться. Это уже что-то очень важное для человека. Потом, спустя несколько лет, 20-й съезд. Да. Мой съезд, будучи... Мой отец, извините, будучи коммунистом, он вернулся из армии как раз тогда. Был вполне правоверный коммунист, как и мой дед, который остался таким правоверным коммунистом. И вот на него очень подействовал этот съезд. Когда оказалось, что все, чему верили, казалось ложью, ну не все, как пытался доказать Хрущев, только частично и все равно. Это страшный, так сказать, удар по тому железобетонному убеждению, который был до этого. Значит, эта железобетонная разрушена и проникает, естественно, критически. То есть вопросы. Он стал задаваться вопросами. Вот и тут у нас еще пара минут остается, поэтому я хочу об этом успеть спросить. Не стало Арсения Борисовича Рогинского, главы мемориала. Вот как сейчас организация, и, да, вас снова вы спросите, как организация живет без Арсения Борисовича? Расскажите немного об этом. Ну, тяжело живет, понимаете. Арсений Борисович был у нас бессменным нашим руководителем с момента создания мемориала. И это человек, с которым можно было всегда прийти и посоветоваться, с которым всегда можно было трудный вопрос решить. Самый разный. По самым разным позициям. Правозащита, там, не знаю, жизнь, организация, историка, просветительская часть. Очень тяжело, и вот мы скоро будем собирать наше правление в этом месяце. и будем решать, кто будет у нас председателем. Кто бы ни был. То есть еще нет председателя? Нет. Арсения никто не заменит. Поэтому очень тяжело. Единственное, что нас спасает, это то, что мемориал никогда не был сугубо лидерской организацией. Таких много у нас в России организаций. Все вокруг одного лидера. Нет лидера, нет организации. Все-таки у нас всегда был коллегиальный выбор, решение вопроса по всем важным делам. И Арсений, кстати, этого всегда придерживался и всегда стремился, чтобы это было. И благодаря этому я надеюсь, что мы сохранимся. А что поддерживает лично вас в вашей работе? Вы уже много лет работаете в таком, многие со стороны скажут, безнадежном поле. Так вот, знаете ли, давление может и поддерживает. Понимаете, не будет давления, может быть, я сказал, ну вот все, уже устал, не знаю, пойду рисовать картины. А я люблю рисовать. Вот, хватит заниматься этим делом. Понимаете, когда давят, невозможно, стыдно, невозможно в этих условиях бросить своих друзей, товарищей. Поэтому давление только способствует тому, что я остаюсь и продолжаю. К давлению привыкаешь? Да, наверное, да. Наверное, к этому привыкаешь, когда это неприятно, это все время ощущение постоянного давления, это неприятное ощущение, но к которому привыкаешь, но оно же все время усиливается, давление, понимаете, это как вот привыкаешь вот к такому уровню, оно усилилось. Понимаете, как можно привыкнуть к тому, что вот я сейчас здесь, говорю с вами, а мой друг и коллега Аюб Титтиев сидит в следственном изоляторе. Это постоянная заноза у меня. Сидит в мозгу, в душе. Это очень неприятное ощущение. Я тут, а он там. Вот как к этому привыкнешь? Да никак. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был член правления правозащитной организации «Мемориал», российский правозащитник Олег Орлов. Спасибо вам, что пришли. До встречи.